Дорогие люди, всем огромнейший привет! В этом видео я вам покажу 5 бюджетных игр на развитие внимания. И также здесь будет задействована и нейродинамика, и умение работать с объемом, и память, и все-все-все. Я знаю, что многие из вас любят такой формат моих видео, поэтому давайте начнем. И начну я со своей любимицы. Это была одна из самых любимых игр у нас с сыном, в том числе в моем материнстве она тоже присутствовала. Примерно в возрасте от 2 до 3,5, до 4 лет мы прямо в нее играли и не могли наиграться. Это игра, которая называется «Веселый, грустный, злой». Буквально сегодня заходила на Озон, она там по акции 270 рублей. 270 рублей, но ценность этой игры, она в десятки раз выше, чем ее цена. Я вам сейчас про нее чуть-чуть подробнее расскажу. У нас здесь есть карточки и у нас здесь есть кубики. И эта игра очень многозадачная, потому что вы здесь можете познакомить ребенка и с цветом, и с формой, и еще даже с эмоциями. И плюс это все отыграть на поисковой деятельности, на развитие внимания. То есть у нас здесь есть картинки, у нас здесь есть кружочки, квадратики, треугольники. И каждый кружочек бывает трех цветов. Красный, желтый и синий. И еще есть эмоции. Веселый, грустный и злой. И вот здесь вы можете начинать, когда, например, вы в 2 годика начинаете играть в эту игру, вы можете начинать с какой-то определенного посыла. Например, изучать только эмоцию. Я вам рекомендую взять, когда вы играете первый раз, например, со своим 2-леткой, я вам рекомендую взять кружочки какого-то одного цвета. Например, если вы хотите сделать акцент на эмоциях. Потому что круг – самая понятная фигура для ребенка. И, соответственно, на ней очень хорошо начинать. И вы можете взять, вот, например, у меня здесь красные круги. И один круг такой прям злой, другой веселый, другой грустный. И вы можете с ребенком это отработать. Смотри, вот этот веселый, да, показали на себе, на своем лице эмоцию, веселье. Вот этот грустный, показали на своем лице эмоцию грусти. Вот этот злой, посмотри, у него тогда глаза в кучу, он злится. И вот мы с ребенком это отработали. Потом вы показали, дали ребенку возможность тоже угадать, а покажи, кто веселый, а покажи, кто грустный, покажи, кто злой. И уже здесь мы можем вводить кубик. Вы бросаете кубик, на кубиках тоже все эти эмоции изображены, каждая по два раза, потому что у нас шесть грани. Бросаете кубик, грустный, ищи грустного. Еще раз бросили, веселый, ищи веселого и так далее. И вот таким образом вы начинаете. Вот вы на кружочках это сделали, потом вы сделали это на квадратиках, потом вы сделали это на треугольничках, например, тоже разобрали эмоции. И начинаете постепенно увеличивать объем. Например, вы начинаете вводить еще цвет или форму. Здесь вы смотрите по своему ребенку, потому что не каждый ребенок в возрасте 2-3 лет хорошо различает цвета, хотя здесь понятные простые цвета, но тем не менее это может быть связано именно с физиологией развития глазного яблока. То есть может ребенок путать, допустимо, что он будет путать. Поэтому, если ваш ребенок путает цвета, вы можете пойти двумя путями. Вы можете отрабатывать с ним эти цвета, либо сделать сначала акцент на форму. То есть сказать, взять, например, один цвет и взять круги, треугольники и квадраты. И у вас уже будет на столе 9 карточек. То есть до этого было 3, сейчас вы раскладываете 9. И вы будете бросать уже 2 кубика. Вы будете бросать эмоцию и вы будете бросать форму. Вот мы бросили. Так, чтобы видно было. Вот мы бросили кубики. Мне нужно найти треугольник веселый. Соответственно, я здесь ищу веселый треугольник. И потом вы добавляете уже кубик с цветом. И начинаете в эту игру играть. Если у вас ребенок уже спокойно относится к тому, что вы можете играть на скорость, то вы можете, соответственно, и проигрывать с ним вот этот момент. А кто быстрее найдет? Кто быстрее найдет на столе вот эти карточки? Превосходная игра. Очень ее люблю. Она прекрасно подходит к малышам. Компактная. Удобно брать с собой. Удобно хранить. Все в ней великолепно. Дальше. Следующая игра. Тоже вы у меня ее часто видите. Это игра, которая называется Потешкина. Есть, по-моему, у стиль жизни. Или у простые правила. Постоянно путаю этих два производителя. Есть игра Матрешкина. Абсолютно идентичная. Единственная Матрешкина. Там Матрешки, Потешкина. У нас вот такие прекрасные девочки. С этими девочками играют и мальчики. И девочки, поэтому не переживайте. Ну, соответственно, так как это Лас Играс, то она будет стоить в два раза дешевле. Вот конкретно вот эту игру я покупала за 100 с небольшим рублей. В чем смысл этой игры? Это игра для того, чтобы налаживать цветовое восприятие. И также работать, опять же, с объемом. И также подключать ребенка к поисковой деятельности. И также это, естественно, все это в совокупности дает колоссальное развитие внимания и усидчивости. И опять мы здесь будем с вами начинать от простого к сложному. То есть мы будем постепенно увеличивать объем. Вы, например, сначала отберете трех девочек и три картинки с цветами. Берете те цвета, которые уже ребенок прекрасно знает, например, прекрасно различает. Можно взять какие-то более контрастные, можно взять менее контрастные. Но вы отбираете три такие карточки, три такие. И, соответственно, даете ребенку картинку с цветом и говорите, посмотри, у какой девочки наряд этих цветов. Давай их назовем, давай найдем такую, соответственно, девочку. И здесь еще есть огромный плюс. В Матрешкиной это тоже есть. У моего ребенка была Матрешкина. В кабинет я себе купила и Потешкина, и Матрешкина. Но вот как-то почему-то полюбилась мне именно вот с этими такими прекрасными девчонками. В чем здесь еще бонус этой игры? В том, что каждая карточка, каждая девочка, она еще что-то делает. Одна язык высунула, другая вот так руку показывает. И когда ребенок находит нужную карточку, ему нужно повторить это действие. Сделать так, сделать так. Все, что делает девчонка. И тоже вы постепенно будете увеличивать объем. В 4 года ребенок спокойно может справиться со всем объемом карточек. Если вы постепенно-постепенно вот эту игру вводили. То есть здесь у нас умение увидеть сразу три цвета. Это удержание инструкции в голове. Потому что у меня, например, одна девочка может совпадать по двум цветам, а другого не хватает. То есть я должен быть сконцентрирован. Прекрасное развитие внимания на этой игре. Я ее очень сильно люблю. Дальше. Тоже Лас Игрес. Игра, которая называется «Дом вверх дном». И у простых правил, простых правил все-таки, наверное, есть точно такая же игра, которая называется «Веселые картинки». Живые картинки. Живые картинки. Она у меня тоже была и тоже есть до сих пор в кабинете. Но я вам показываю именно бюджетные версии. Потому что не сказать, что у простых правил она прям сильно дорогая. Но если у нас есть выбор, например, купить игру за 200 рублей и игру за 600 рублей, которые абсолютно идентичны, мне кажется, можно сэкономить на этом. В чем здесь смысл? У нас здесь есть картинки. Они с одной стороны одни, а с другой стороны другие. И нужно понять, а чем они между собой отличаются. Вот здесь у нас пылесос смотрит в одну сторону, развернули, пылесос поехал в другую сторону. Здесь у нас там кресло. Здесь медведь сидит на кресле. Перевернули. Здесь медведь сидит рядом с креслом уже. Варенье. Здесь у нас, не знаю, там облепиховое или здесь у нас мед. А здесь у нас малиновое варенье. Ну, то мы образно говоря. И что мы делаем? Мы берем три картинки, раскладываем их и говорим. Так, посмотри, обрати внимание, что тут на этих картинках. И эту картинку, эти три картинки ребенок запоминает. Потом он закрывает глаза или отворачивается, и мы какую-нибудь картинку переворачиваем. И ребенку нужно понять, а что изменилось, а какую картинку мы перевернули. То есть здесь работает внимание с совокупностью, с памятью, с визуальной. Здесь именно как раз прозрительное восприятие. Про то, что ребенку нужно не только быть внимательным к каким-то деталям, к каким-то мелочам. Но еще и уметь их удерживать в голове. Третий вариант. Четвертая. Ой, кстати, я тут нечаянно взяла новую. Но я сейчас не буду вставать, чтобы брать ту, которая у меня открыта. Давайте эту тоже откроем. Потому что она, все равно она мне нужна будет. Потому что у моей предыдущей уже карточки истрепались. Я уже взяла себе на замену. Это игра, которая называется «Успевай, хватай». Со своим ребенком я в эту игру играла, по-моему, с трех лет. Может быть, чуть раньше вводила. Я могу. Я могу иногда чуть раньше вводить. Кстати, как удобно. Вот в моей старой версии была коробка, из которой надо было доставать эти карточки. А здесь уже сделали выдвижной пенальчик. Конструкция упала, но она нам и не нужна. Здесь тоже развитие внимания в совокупности с развитием памяти. Потому что у нас на карточках эта игра тоже аналог какой-то более дорогой игры. Я, правда, забыла, как она называется. Я вам сейчас скажу что-то связанное с розыском, с иском, с поиском. Забыла. В общем, там коробочка, на ней нарисован такой мальчик с лупой в руках. Я картиночку ставлю. Ну, в общем, это аналог этой игры. В чем здесь смысл? Здесь у нас есть картинки с желтой рамкой. Здесь пять изображений. А с зеленой рамкой шесть. Пять повторяющихся и добавили одно новое. И вот в эту игру можно играть по-разному. То есть вы можете. Берете карточку, кладете на стол. Говорите ребенку, посмотри внимательно и запомни. Ребенок запоминает. Вы переворачиваете и говорите, что пропало. Ребенку нужно понять, а какой картинки больше нет. Либо вы играете наоборот. Вы показываете ребенку картинку с желтой стороной. Я, по-моему, сейчас показывала, да, так. Ну, в общем, вы показываете ребенку картинку с желтой стороной. Говорите, посмотри внимательно, да, запомни, что тут есть. И теперь тебе нужно понять, а что появилось. Чего на предыдущей картинке не было. Тоже прекрасное развитие внимания в совокупности с памятью. Вот мы очень любили эту игру. Отыгрывайте, потому что вот захотелось вам три карточки сделать. Вы сделали три карточки. Захотелось вам сделать пять карточек. Сделали пять. Захотелось одну. Сделали одну. То есть в эту игру вы сами регулируете, сколько вы в нее будете играть. 30 секунд или 5 минут, да. Больше нет смысла. За 5 минут можно пройти там очень большое количество карточек и дать вот такую зарядку для мозга, для ребенка. Здесь написано 5 плюс, но можно гораздо-гораздо раньше. И пятая игра, которую я вам буду показывать, это игра, которая называется «Веселый зоопарк». Это аналог барабашки, барамельки. И вот эта игра прекрасно развивает умение вычленять необходимое сходство, потому что здесь есть карточки более сложные, здесь есть карточки менее сложные, где нужно найти именно просто подходящий элемент, либо методом исключения действовать. У меня две коробочки с этой игрой. Одна вот такая старая. Я ее люблю больше, чем та, которая новая. Я вам сейчас объясню. Дело в том, что в старой версии этой игры у нас карточки находятся на белом фоне. А в новой версии игры тут другой иллюстратор, карточки на желтом фоне. Несмотря на то, что у меня есть обновленная версия, я взяла именно потому, что начали немножечко трепаться карточки, но я все равно лучше дам вот эти, чем вот эти. Поэтому вот здесь нужно смотреть. Есть такая же веселый зоопарк, есть веселый кавардак. То же самое, только там будут не животные, а предметы интерьера. Есть у меня дома, она у меня хранится. Такая же игра, мы до сих пор с сыном в нее играем. Это веселый Хэллоуин. Особенно вот сейчас в осенне, в такое зимнее время очень актуально. И вот эта игра дает прекрасное развитие нейродинамики, потому что здесь нужно быстро схватить, быстро схватить правильный ответ. Фугачки, ну почти все то же самое осталось. Ну мои уже, ну им сто тысяч лет. А в чем здесь смысл? Вы, например, видите карточку. Они у меня здесь разделены на простые и на сложные. Вы видите карточку, и у вас на столе выставлены мышка, змея, барашек, медведь и попугайчик. И вот здесь нужно понять, а что нужно схватить? Нужно схватить мышку. И вот кто первый схватил мышку, тому эта карточка отходит. Дальше у нас здесь, например, там следующая карточка. Что здесь у нас? Здесь нужно схватить змею, вот она змея. Почему змею? Потому что мышка-то у нас серая, а тут на картинке красная мышка. Значит, это неправильный ответ. Или то же самое вот здесь. У нас медведь коричневый, коричневый, а мышка-то у нас серая. Значит, мышку нам не надо хватать, нам нужно схватить медведя. А есть еще более сложные карточки. Здесь нужно действовать методом исключения. То есть, смотрите, вот здесь у нас барашек, он серый, а у нас белый. И здесь попугай, он здесь коричневый, а у нас он красный. И мы действуем методом исключения. Не попугай, не барашек, не серая и не коричневая. Значит, здесь на этой карточке правильный ответ будет змея. И вот здесь прекрасно работает мозг, здесь прекрасно работает мышление. Именно когда мы подключаем сложные карточки к 4 годам, это вполне уже возможно. В 4 года играть вот в эту версию со сложным, с усложнением, где нужно подумать, а что здесь мне нужно достать. Не зеленая, не белая, не мышку и не попугая. Здесь будет ответ у нас медведь. Медведя нужно схватить и получить себе карточку и в конце игры посчитать, у кого больше карточек. Вот такие две стопки, вот эти более простые, вот эти более сложные. И прекрасно мы играем и развиваем внимание. Теперь, что касается того, что из этих игр обязательно, на мой взгляд. Конечно, если у вас есть все 5 по деньгам, если вы купите все 5 игр, то вы уложитесь, наверное, в 1000 рублей. Может быть, максимум в 1200. Единственное, вот я вам про веселый зоопарк сказала. Хотя, смотрела тоже отзывы, подружки у меня играют, многие мамы играют, им нравится. И говорят, дети даже лучше воспринимают, им даже намного понятнее. Потому что более четкие цвета, более интересные иллюстрации. Может быть, это просто я уже придираюсь, потому что я-то со своим ребенком играла в эту версию, я к ней привыкла. Очень часто у нас действует вот именно такое искажение. То есть ты привыкаешь к одному стилю иллюстрации, к одной коробке. И потом какие-то нововведения, изменения тебе кажутся не такими. Хотя, это возможно и не так. Поэтому, если у вас есть все 5 каких-то вариантов игр, и где нужно схватить, и где нужно понять, что изменилось, и где нужно понять, а где какая картинка добавилась. То есть я тоже буду держать инструкции в голове. И поиск по цветам, потому что здесь нужно более внимательно относиться к каким-то элементам. Ну и, конечно, для малышей вот эта игра, она просто незаменима. Хотя, вот я вам говорю незаменима, но их тоже очень много. Есть веселые, грустные, злые. Есть какие-то там монстрики. Есть игра, где мой кот. Есть игра, ох уж эти совушки. То есть вот таких вариантов игр очень много. Если у вас есть что-то подобное, вот с кубиками, поиск найти. Ведь в чем прелесть кубиков, то что это рандом. Ты никогда не знаешь, что тебе выпадет, какая совокупность критериев тебе выпадет. И поэтому игра становится реиграбельной, она не надоедает. У нее всегда очень классно и весело играть. Рассказала вам, все показала. И увидимся с вами в следующем видео.